В своей 93 Екатерина Ивановна с лёгкостью разгадывает кроссворды и старается заниматься физкультурой каждый день. Признаётся, за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты, а положенная на войне 100 граммов водки меняла на 35 граммов сахара. Каждому ежедневно полагалось, что давали 100 граммов водки. Я со своим старшиной и двое договорились, он вместо 100 граммов водки нам давал лишнюю порцию сахара, 35 граммов, а мы 70 получали. Когда началась война, Екатерине Ивановне было всего 19, но она твёрдо решила идти на фронт во что бы то ни стало и записалась в ряды добровольцев. Дома пришлось соврать, что пришёл вызов. Как-то патриотический такой дух у нашей молодёжи, у всех был, вы понимаете. Я подала своё заявление в военкомат, на четвёртый день это заявление было напечатано в газете. И внизу была приписка, что таких заявлений за 4 дня Зверево, небольшой район, подано уже более 300. Меня в Зверево все знали, потому что я работала в район, а этот день проходит другой. Пол месяца в Красный Луч приехала, попрощалась со своими родными, проводили. Мама, конечно, со слезами на глазах провожала. Да что ж это такое, да что тебя берут, или что я уже не пишу, что добровольно. Говорю, ну, призывают, нас будут чему-то учить. И, в общем, так. После окончания курсов Екатерина Ивановна вместе с ротой связистов попала в Сталинград. Оттуда в вагонах-теплушках их отправили под Харьков. Мы с подругой обеспечивали связь от наблюдательного пункта командира полка. Обычно, значит, идет передовая линия. Разведчики готовят для командира полка пункт, где наблюдательный, где командир полка может наблюдать за боями своих батальонов, своего полка. И мы с подругой все время обеспечивали связь от наблюдательного пункта до штаба полка. За годы войны случилось многое. Приходилось видеть смерть, спасать раненых. Была и незабываемая история любви. Обо всем этом Екатерина Романовская спустя года напишет в своей книге. Женщина признается, в памяти отразился каждый день. Самым же незабываемым и торжественным был и остается День Победы. Берлин, Кенигсберг и до самой Эльбы. Тут где-то вот медаль за Берлин есть, но тут где-то, не знаю, это за боевые заслуги, это за боевые заслуги. Колонны у рейста, и мы там, значит, там расписывались. Плакат такой висел, как его только подвесили под самый плохой потолок. Крупно, ребят. Здесь победил русский Иван. Вот такая надпись и повесили, понимаете. Что вы там написали? А я ничего, мы так расписались, и там уже на Эльбе встречали День Победы. Как это было, вот вспомните. Ой, что вы, это вообще, я не знаю, столько было радости. Ну, трудно об этом даже пересказывать, понимаете. И так, ну, оружие было, залпы эти были, обнимались, целовались. Ну, вот помню, как уже шли мы, на родину возвращались. И вот пришли уже к границе нашей с Германией пешком, Польшу всю пешком. И только в августе 41-го года мы подошли к нашей границе. И на границе, значит, выстроили весь полк, вот. И командование, политруки с придывом, что мы сделаем несколько шагов и будем уже на родной земле. Так сделаем же эти, переступим границу и поклонимся родной земле. И вот, понимаете, это полчища передвигается, становимся на колени и начинаем целовать землю. Команда поклониться была, а команда встать, потому что это такое было торжество. Очередную годовщину Победы Екатерина Ивановна планирует отпраздновать дома в кругу семьи и ждет в гости школьников. Катерина Севастьянова, Юлия Чичулина. Новости телекомпании «Луч».